Дневной разворот Разрозренность Различных идей Тем не менее заявление От самых высоких чинов По поводу развития массового спорта Прежде всего следует Нам обещают, что все будет хорошо Да, мы эти темы хотим сейчас переплести Это развитие профессионального спорта Конкретно велоспорта И массового движения велосипедного И пригласили для обсуждения Всей этой истории В студию Григория Долгих Президента федерации велосипедного спорта Кировской области Григорий, добрый день Прежде всего с прошедшим днем рождения Здоровья, чего еще желать Правда же Здоровья, спортивных успехов Ну и успехов в реализации проектов О которых мы сегодня же поговорим А к слушателю мы обращаем следующий вопрос Вот сейчас правительство заявляет о том Что необходимо поддерживать Массовый и детский спорт Вы пожалуйста Свои предложения Как вы, если бы вы развивали такую программу В Кировской области В городе Кирове конкретно Все-таки В городе Кирове Как бы вы действовали Чего не хватает, на ваш взгляд Для того, чтобы Это движение спортивное Стало действительно массовым Может быть вам неудобно Недостаточное количество Спортивных объектов Вообще Спортивная инфраструктура Касается не только объектов Ну и там Что касается велосипедистов Раз уж об этом сегодня идет речь Это велосипедные дорожки Удобные площадки Для занятий детей и взрослых Велосипедным спортом Или не спортом А просто кататься на велосипедах Может быть вам не хватает Велошколы, например И прочее А может велосипеда вам не хватает Велосипеда не хватает 211-101 Номер телефона прямого эфира И мы к этой теме Приурочили опрос На нашем сайте Эхакирова.ру В нашей группе ВКонтакте Звучит он следующим образом Просто вам предлагаем Оценить сегодня Велосипедистов в нашем городе За последний год Стало больше, стало меньше Либо вы их почти не замечаете Или вообще Велосипедистов для вас не существует И вы на них предпочитаете Глаза закрывать Итак На странице ВКонтакте Лидируют варианты ответа Стало больше 60% Чем я абсолютно согласен Да Много стало велосипедистов Много На сайте Эхакирова Не следят за этим вопросом 45% Однако 25% говорят Что стало больше велосипедистов И я с тобой, Володя, солидарна Мне тоже кажется Что их стало больше Ну и Григорий, по-моему В прошлых наших эфирах Подтверждал это С каждым годом С каждым годом Становится в разы Просто больше людей Которые ездят на велосипедах Причем Вот сейчас по холоданиям Я заметила Что народ Своих Двухколесных друзей На прикол не поставил И перемещаются по городу С тем же энтузиазмом Я буквально на днях Что-то с наступлением зимы Многие не поставят Это на прикол Я предполагаю Что и зимой в этом году Можно будет чаще Велосипедистов замечать Да, тем более Сейчас фэтбайки Стали популярны То есть зимой Давайте поясним, что такое Ну я уже объяснил Неоднократно Это велосипед На таких больших Толстых колесах Толстых колесах Протектор такой хороший Да, и мы даже видим В торговых центрах Появляются точки Которые продают Вот эти необычные Для обывателя Велосипеды Стало очень популярно В первую очередь И мы У нас есть На что равняться Мы когда В программе Урбана Разбираем Различные проекты Разных городов Мы конечно же Разбираем Прежде всего Московские опыты И вот эти истории Сначала с парковками Потом с велосипедами Которые можно брать На прокат Которые кстати Между прочим Тоже много возмущений У тех же москвичей Вызывало Сейчас Как мы слышим По откликам По московским Даже в эфирам И от своих Знакомых и друзей В Москве Приобретает все больше Популярность Люди передвигаются От дома до работы И обратно На велосипедах Которые берут Вот прям От места От точки до точки В прокат От метро До работы И обратно То есть это все-таки Инфраструктура Развивается И мы хотим понять Как она развивается В том числе И у нас Давайте вот начнем Просто перекинем Такой мостик Из первого часа Где мы говорили О благоустройстве Первого майского района Во второй И будем говорить О доступности Нашей инфраструктуры И занятия велосипедом Для кировчан А во второй части Поговорим О спортивных мероприятиях Так вот Гриш Хочется спросить Ты видишь Какие-то изменения Ты слышишь Какие-то заявления Властей Которые вселяют Тебе надежду Что Велоинфраструктура В Кирове Будет развиваться Или развивается Ну в плане Скажем так Развития Кроме развития То что мы поставили Велосипедной парковке Ничего больше не происходит Два года назад Ну да И я никаких не вижу Других изменений То есть Ни приглашение В архитектуру Для скажем так Обсуждения Плана Какого-то хотя бы Развития Ни элементарные Изменения норм Даже этих тротуаров То есть Как были бородюры Так они остались Единственный плюс Что я заметил Из всего Что мы озвучивали Поставили Пока нерегулируемый Пешеходный переход В районе Спасское Казанское Я тоже Была удивлена Очень-очень приятно Ждем Когда там будет Он еще Регулируемый Да Потому что Там масса Двигается народу Не только на велосипедах Но и пешком Перебегая эту дорогу И я тоже На набежную Увидела Да Что пешеходный переход Нарисовали Но кстати говоря Раз ты о нем заговорил Тогда давайте еще Напомним Что У меня сразу Просто такая ассоциация Что несколько лет назад Мы говорили о таком проекте Как Колесо истории Когда как раз Велоактивисты В том числе и ты Презентовали Маршрут По городу Кирову Исторический маршрут Который можно было бы Проехать на велосипеде И там же указывалось Что нужно сделать Для того Чтобы было удобно Проехать этот маршрут Где какие бордюры убрать Ребята специально проходили Фотографировали И замеряли Где какие Переходы Обозначить И вот сейчас Министерству культуры Передали туризм Что очень хорошо сочетается И совершенно Мне кажется Необходимо Чтобы Андрей Борисович Скальный Который вот сейчас Принимает различные Идеи И инициативы Как раз по Туристическим Каким-то маршрутам Вот обратил внимание На этот проект Это я прямо сейчас Обращаюсь через эфир Он есть Он готов Был И он был бы Наверное Интересен сейчас Городу В свете как раз Развитие Туристических маршрутах Внутри Городских Вот был бы Велосипедный маршрут О котором сегодня Подробно Может быть Мы не будем Говорить Но он лежит Да Есть готовый Лежит Его периодически Даже кто-то Определяет интерес Мы показываем Смотрите Да здорово Хорошо Но Дальнейшее развитие Не происходит Вот я беру на себя Такую ответственность Андрею Борисовичу Скальному Представить этот проект Может быть Даже встречу какую-то Организовать Посмотреть Но вот в целом Мы сейчас встречались В первом части С Вячеславом Симаковым Начальником теруправления По Первомайскому району И тоже обращали внимание На то Что новые тротуары Которые сейчас укладываются На улице Ленина На улице Спаской Они тоже Все укладываются Через бордюры К сожалению Но я еще хочу Что сказать То что Помимо велосипедов Там же движется Очень большое количество людей Просто с детьми С колясками Да У нас еще лица С ограниченными возможностями То есть Ну О них надо думать В первую очередь О них нужно думать Тоже Но о них по каким-то причинам Задумают Велосипедиста Как бы ладно Он еще Пользуется Велосипедом Он просто переедет Бродюры там Или может спешиться А вот маме с коляской Или человеку на коляске инвалидной Это сделать конечно На порядок сложнее Вот я не знаю Почему Как бы только мы об этом Говорим То есть у нас Другая общественность Как бы ей это неинтересно Или что Мамамам надо Опединяться Или папам лучше объединяться В заботе о своих женах И о своих детях Ну вот кстати говоря Воспоминается история С Кочеровским парком Который должен быть благоустроен Сейчас по федеральной программе И там планировалось Заложить первую в городе Велодорожку Обращали внимание на это? Нет К сожалению не обращал Но она не первая была Первая велодорожка У нас она была Она находится В районе Нового моста То есть там где-то В районе Тата-салонов И заканчивается она Как раз где-то в районе гаражей Ближе к Новому мосту То есть там даже стоял знак Пару лет назад В районе заправки Обращал внимание Велосипедная дорожка? Да А я ее не видела А ее никто не видел Она просто была такая Ну это просто по сути тротуар Но там стоял единственный в городе знак Что при выезде с заправки Нужно уступить дорогу Здесь идет велосипедная дорожка А почему именно там? Ну я не знаю почему там В чем ее смысл? Просто прокатиться Здорово Место отдельное для велосипедистов Просто там никуда не доберешься толком По этой велосипедной дорожке По поводу парка обсуждали неоднократно Вообще в целом не про Кочаровский А что в парках сначала Нас туда всех пытались загнать Катались только в парках Нечего делать на тротуарах Потом ввиду того Что все-таки люди ездят Не все К сожалению аккуратно Там подошли ДТП Сказали нет В парках вы кататься не будете? А кто сказал? Я не помню Администрация? ГИБДД? В том году В Пазатом В Александровском парке Били девочку на велосипеде И после этого туда Даже на какое-то время Запретили вообще въезд на велосипедах Потом это Ну ввиду то что контролировать невозможно Это сошло на нет Вот Но в парках Где гуляет большое количество прохожих Тем более парки у нас не огромные Это не парк горького То есть тут Они минимальные Делать там сеть велосипедных дорожек Для кого? Для чего? Какую цель нам будет? Да у нас парки больше смахивают на сквер Там действительно мало Там можно гулять опять же с коляской Можно гулять пешком Можно кататься с ребенком С маленьким Там до 5 лет на велосипеде Да я не спорю Ему будет интересно Взрослому человеку Объехать парк Это не знаю Меньше минуты История с Кочеровским парком Была освещена на сайте На портале Красивый Киров Буквально недавно В группе Красивый Киров Буквально недавно Там активисты жаловались на то Что дорожки Которые обозначаются Как велосипедные Будут выложены Из тротуарной плитки И ограничены бордюрами Вот это уместно? Можно ли это назвать Велосипедной дорожкой? Велосипедная дорожка Должна быть функцию То есть это должна быть Дорожка для связи Чего-то с чем-то Просто еще раз говорю Что делать в парке Но кучерский парк Он чуть побольше Он там 2 минуты займет Чтобы круг проехать А вот тротуарная плитка И бордюрчик Сама по себе Тротуарная плитка Для велосипеда Она не страшна Это не роликовые коньки Может быть даже бы Это и в плюс было Потому что не будут кататься Ни на скейтах Ни на роликах И будут чисто под велосипеды А бордюр Смотря на какой стрел Он расположен В любом случае Их не должно быть Потому что Травма опасна Если человек не умеет Пользоваться Например хорошо велосипедом Вчера купил Велодорожка Пойду покатаюсь Получусь Выехал А там бордюр Наткнулся на него И полетел Мы сейчас прервемся Буквально на полминуты И продолжим наш разговор С Григорием Долгих Президентом Федерации велосипедного спорта Кировской области Продолжается программа Дневной разворот Развитие велоспорта И велоинфраструктуры В Кирове Мы обсуждаем с Григорием Долгих Президентом Федерации велосипедного спорта Кировской области Здесь в перерыве Конечно же Мы продолжили Вот эту вот историю С тем А насколько Вообще совместимы В парках И на улицах города Велосипедисты Прохожие мамы С колясками А можно я еще Немножко вернусь обратно Григорий сказал Там коротко О том что Поставили два года назад Велопарковки Ничего не меняется И все таки Подходит к завершению Очередной Такой массовый велосезон Конец лета уже Что действительно ничего не изменилось Никаких положительных моментов За последние месяцы Григорий В плане количества Пользующихся велосипедными парковками И в целом Катающихся по городу Не с целью здоровья А с целью транспорта Становится каждый раз Больше и больше и больше Потому что Больше становится То есть на работу Очень много велосипедов Паркует прямо к заборам У школ У техникумов Это плюс Однозначно Я говорю что Практически ничего не делается С точки зрения Именно властей Для развития Инфраструктуры В городе Потому что Я буквально сегодня смотрел С утра В ленте Про Артемьевск Шикарно Альметьевск В Татарстане Каждый шестой человек Ездит на велосипеде Общая сеть дорожек В этом году Составит 250 километров Это именно дорожки Рассчитанные С точки зрения транспорта То есть не с точки зрения Покататься в парке Кругами по 30 секунд 250 километров Это половина От протяженности Всех кировских дорог Если мне не изменяет память У нас 500 километров У них именно Строится инфраструктура С учетом этого всего То есть они делают Велосипедную дорожку По правилам То есть она отдельно идет По большей части От проезжей части От тротуара У них есть специальные Велосипедные светофоры С поручнями Специальные урны С наклоном Чтобы было удобно Отобраться мусор И много-много всего Что способствует И по статистике У них уже Каждый шестой Получается Каждый шестой Каждый шестой Это я смотрела сюжеты На первом канале На федеральном Потому что пропаганда Вот такая Со стороны властей Федеральных Очевидная есть Для того чтобы Как раз если мы говорим О здоровом образе жизни Приводился в пример Еще так же Парк-остров В Красноярске Где даже полиция Ездит на велосипедах В этом парке А вспомнил Да Федеральный канал Да Вот И Раньше мы все время Приводили как бы Европейские города В пример Что вот вроде бы Там вот такой город Там смотрите Сколько ездить на велосипедах Там все Сейчас далеко ходить не надо Это соседняя область То есть можно съездить Посмотреть Само Как это работает При том условии Что например Да в Европе Там другой климат Это же здесь Это в нашей полосе Соответственно Мы можем оценивать Как У них причем Шучки стоят Велосипедистов Оценивать Как это работает И в непогоду Потому что на велосипедах Конечно комфортно Перемещается Когда сухо То есть погода Температура еще Не так важна Вот именно осадки важны Но я так понимаю Что у них на велосипедах Катаются и зимой люди И осенью и весной Да Но в целом Нужно в этом смысле Сделать вывод Что конечно Хотелось бы Особенно В перспективе того Что у нас будет продолжаться Программа Качественные дороги И благоустройство Городской среды Федеральная Чтобы этот элемент Включали в рассмотрение Сразу же А не просто Отчитывались о том Что положили Новую тротуарную Плитку Перебью Причем Ну ладно Я больше все-таки За спорт Велосипедный Инфраструктура У меня тоже важна Но есть специалист Типа Игоря Багнина Который непосредственно Уже ходит За свой счет Покупает книжки Относится в архитектуру Готовый тратить Своё личное время Чтобы просто прийти Сесть И спланировать Всё это Как сделать это правильно Чтобы в дальнейшем Не надо было переделывать Здесь мы возвращаемся Здесь мы кстати возвращаемся К вопросу Который мы разбирали На Урбане На программе Урбана На прошлой неделе Необходим ли какой-то Такой действительно совет Да Экспертно-общественный Который бы Все подобные Там Требования Предложения Разбирал И имел бы Не просто совещательный Какой-то голос А такой Значимый очень голос Чтобы администрация При разработке программ Учитывала Все эти вот Ножды Горожан Ну и кстати говоря Вот сейчас Я хочу вернуться Всё-таки Раз мы говорим О развитии Массового спорта Вернуться к заявлению Нашего правительства Которое Озвучивал Игорь Васильев Временно исполняющий Обязанности Руководителя Кировской области Когда говорил О поддержке Профессионального Спорта и массового Он говорит о том Что профессиональный спорт Большей степени развлечения В то время как массовый Помогает воспитать Здоровое поколение Поэтому бюджетные средства Должны в первую очередь Направляться на создание Условий Для занятий спортом Аналогичные позиции Бизнес новости Пишут Придерживается Президент России В конце 16-го года На госсовете По вопросам развития спорта Путин Дал поручение Увеличить финансирование Физкультуры И массового спорта За счет снижения затрат Регионов Компания с госучастием На профессиональный спорт Так вот Переходный Такой у нас получается Момент От инфраструктуры К развитию спорта Массового Как я обещала После перерыва Про профессиональные мероприятия Поговорим Когда начиналось Яркое велодвижение Мы раскручивали В том числе Наша радиостанция В этом участвовала Я не устаю вспоминать Велошколы Которые проводились По выходным дням Стартовали с театральной площади По разным маршрутам Мне очень нравилось Тогда наблюдать Как целыми семьями Приходили люди И обучались У вас У профессиональных велосипедистов О том Как передвигаться По городу И мы тогда говорили О том Что хорошо бы Конечно Чтобы была Велошкола Постоянно действующая И вообще Какой-то центр Притяжения Притяжения Где работали бы Специалисты Конкретные Куда могли бы Обращаться все От тех Кто хочет стать Профессиональным спортсменом Участвовать В профессиональных гонках До тех Кто хочет проводить Мероприятия Например В школах В детских садах Во дворах В этих тусах Например По правильному перемещению На велосипеде И в том числе Например Этот бы центр Предлагал И свои Какие-то проекты По велоинфраструктуре Ничего не изменилось С тех пор Кроме самой Идеи Идеи осталось Желание осталось Мы уперлись В отсутствие Непосредственно Помещения Потому что Все-таки Федерация Вся лежит Полностью На мне Ее Скажем так Федерация Велосипедного спорта Да Велосипедного спорта Ее полностью Обслуживаем Лежит на мне То есть Нам стали Выделять Небольшие ресурсы На проведение Соревнований Но В отношении Например Помещения Бухгалтерских Расходов Там Элементарно Заправить картридж Купить бумагу Это все лежит на мне Если я еще К этим расходам Добавлю сейчас Аренду помещения А для Федерации Нужно порядка Там Хотя бы Минимум 300 квадратных метров То мне просто Не потянуть Поэтому Мы пока Находимся Как бы вот так В воздухе Взвешены Нам Где-то уже Ну где-то Два года назад Обещали выделить Безвозмездное Пользование Помещения Городские власти Городские власти Да Мы пришли Подходящее Это Подгорная улица Дом номер Синишной Восемнадцать Филейка Филейка Да Почему именно это Потому что Федерация Все-таки Это спорт В первую очередь Инфраструктура Как бы у нас На втором стоит И для того Чтобы детям Можно было заниматься Безопасно У нас От Нашей базы До трасс Где тренироваться Должно быть Минимальное количество Расстояния Чтобы не надо было На автобусе Ехать куда-то На машине Еще что-то Человек вышел Позанимался Зашел обратно И там как раз Очень хорошо То есть там Человек выходит Переходит Можешь сказать Тротуар И оказывается Уже В парковой зоне Идеальное место Несмотря на то Что помещение Находит в ужасном состоянии Нужно будет еще Привлекать людей Кто помог бы В его ремонте Это предложение Это в силе до сих пор Это именно это знание Оно Кажем так В силе и не в силе Почему Потому что Вместо того Что передать нам Там Правда обстоятельств Помещение Отправили в программу Приватизации Потому что у нас Дефицитный бюджет Как я понял С их слов И они пытаются Максимально его Чем-то восполнить Что понятно Да В министерстве спорта На это прокомментировали Что как бы Это плохо Потому что Как бы Бюджет бюджетом Но как бы Не надо Скажем так Спорт Делать жертву Делать жертву Бюджета Вот Далее Помещение Прошло первые торги На которых Никто не заявился Абсолютно То есть Иное было Не востребовано Но на нашу Повторную попытку Нам ответили Что мы должны Его еще раз Вроде как Выставить на аукцион По законодательству Если его оценили Выставлять на аукцион Несколько раз Должно пройти торги Несколько раз Так интересно Может быть 3-5 Сколько будут выставить Неизвестно Отложили нас На октябрь-ноябрь То есть В ноябре Примерно будет Уже на 2,5 года Когда мы Бьемся Из этого помещения Что нам это даст То есть Мы сможем сделать Во-первых Базу Для В первую очередь Детского спорта Потому что Нужны раздевалки Нужны душевые Нормальные Нужно помещение Где можно поставить В зимнее время Станки Где можно просто Провести нам растяжку Гимнастику Где можно ходить Инвентарь Потому что У нас велосипеды Каждый раз Идти на тренировку С велосипедом Через весь город Неудобно И опять же Там рядом Повторюсь Находится очень удобная зона Где у нас уже Проложены трассы Где мы проводим соревнования То есть Тут Дело за малым Но Я не знаю Что дальше будет Потому что Гарантии Что это будет В октябре-ноябре Нет А конкретные люди С которыми Вы обсуждали эти вопросы Кто это? Я сейчас фамилии не помню Это у нас глава Департамента Муниципальной собственности Города Кирова Наталья Мамедова Да Ну она человек Который не принимает решения Конечно На самом деле Письма написаны всем То есть написаны На главу администрации На Перескоковой Ответа я пока не получил Вот Хотя время уже истекло Потом Написано В общественную палату Откликнулась Написала еще одно письмо Письмо поддержки Да Письмо поддержки От министерства спорта Павел Ильич Сазанов Тоже письмо Надеюсь что подготовил И отправил уже Туда же Опять же с ходатайством С администрацией города С управления спорта Надежда Юрьевна Анисимова Тоже обещала Отправить письмо То есть Кого бы я не спросил Все вроде как поддерживают Да Все это вроде как бы Да Нужно правильно Причем это реально Возможно Но конкретных действий Опять же пока никаких нет Ну вот Я сейчас обращаюсь Тоже к правительству Кировской области Которые заявляют Что нужно поддерживать Массовый спорт Да Пожалуйста Вот есть Федерация велосипедного спорта Они два с половиной года Ждут помощи В предоставлении помещения Под хорошую Спортивную школу Где могут заниматься И дети И взрослые Кстати говоря В микрорайоне Который По своим особенностям Там Ландшафтным особенностям Свободной территории Парковой Возможность Уже проложена дорожка И возможности Еще проложить дорожки Вообще мог бы превратиться В великолепный Спортивный Спортивный микрорайон Мы говорим сейчас О районе Где находится Горнолыжная база Это мог бы быть Просто центр Притяжения Молодых Например К примеру В Чебоксарах Построили Центр развития Маунтинбайка Непосредственно Они трассу там Строили специально То есть практически На ровном месте Ну да А у нас же здесь Очень хороший рельеф Для этого С хорошим набором Высоты Вот То есть Минимальное вложение Можно построить трассу Чуть ли не мирового уровня Для кросс-кандри А что касается города Там еще рядом Идут лжерольные дорожки На них очень хорошо В верхней части Например Можно было бы Обучать детей Велоспорту шоссе То есть там Инфраструктура Очень-очень Преспективна Для развития На будущем Там же скалолазы Занимаются у нас Ну там много чего На самом деле Вот тот район Который прилегает Горнолыжной базе Где есть лжероллерная трасса Она выглядит прилично А вот тот район О котором ты говоришь Парковый Который прилегает Гаражам Он так полукриминальный Хочу сказать Выглядит Поэтому я к чему Если бы рассмотрели В комплексе развития В том числе И предоставление Помещений Под спортивные школы То и эта часть Была бы преображена Совершенно Мы ежегодно Выносили из филейки Просто не знаю Там по 20 По 300 мешков мусора Причем мы расчищали Только вот наши тропинки И по метру слева По метру справа То есть то что там дальше Было это вообще кошмар То есть тут же могли бы Опять же зеленые Подключиться ребята Конечно И в этом город Должен быть заинтересован Я тут вижу интересы Сливающиеся всех И городской администрации И правительство Таких расковосят Уж как-то ребят Объединитесь Причем мы же не просим Есть люди которые готовы Этим заняться Мы не просим помещения В центре города Огромная площадь Мы просим помещения Находящиеся в аварийном состоянии То есть там уже будет переделать Все Нет отопления Нет тока Нет ничего Мы просто очень сильно Привязаны именно территориально К этому месту Объекту Приверем сейчас на 2 минуты У нас реклама И дальше продолжим Разговор с Григорием Долгих Президентом Федерации Велосипедного спорта Кировской области Продолжается программа Дневной разворот Уже завершается Практически остается у нас 13 минут до завершения эфира Не гоните Есть еще время Есть еще время Григорий Долгих Президент Федерации Велосипедного спорта Кировской области У нас в гостях Хотим знать Как сейчас Профессиональные Велосипедисты живут И как лето прошло И какими событиями Было наполнено И есть ли чем Гордиться И порадоваться За наших кировских ребят Так Ну начнем с того Что у нас прошло У нас в рамках Календаря официального Уже прошло 4 гонки по Кросс-кантри В разных дисциплинах Официальный календарь Прости пожалуйста Кем утвержденность Составляется Министерством спорта Составляется нами Спортсменами С учетом Графика соревнований Российских Утверждается Соответственно Мной И утверждается Вятка старт И Министерством спорта Кировской области То есть Список официальных мероприятий Проходящих на территории Кировской области То есть Не только в городе В этой области То есть у нас в этом году Соревнования пришли В Слободском В Верхошижеме Потом Планировалось в СУНЕ Но пока что К сожалению Там откладывается Ввиду Финансовых Моих возможностей Вот Реал так-то Очень большой На самом деле То есть В Чипецке У нас прошли Соревнования Неплохие И причем Везде где мы не проводили Особенно хочу отменять В Верхошижеме У местных властей Вызывают просто Борю положительных эмоций Потому что Раньше было что Да чего тут Ты-ты-ты-ты А сейчас Давайте конечно Чем помочь Что сделать В Верхошижеме Вообще Там вроде бы Тысяча людей живет Сегодня Большой поселок Но у них Стадион Шижма База Она практически Стала градообразующим Предприятием То есть Там проводится Очень много соревнований В этом году Ребята купили Электронный хрометраж То есть вообще Круглогодичный Причем Да Круглогодичный Есть гостиницы То есть Приезжают к нам Из других регионов С Сыктывкар Очень часто ездят ребята С Нижнего Иногда с Москвы Заезжают Всем там очень нравится Шикарная просто База для проведения Соревнований Это Из положительных моментов То что Все-таки Стали Велосипедным соревнованиям Относиться Позитивно Вот По поводу Чем еще можно Похвастаться Появляются Спортсмены Которые Несмотря на Ограниченную Финансовую помощь Со стороны Министерства Выходят на Очень хороший уровень Хотел бы Отметить Никиту Шульченко Сейчас у нас Находится С тренером На сборах В Сочи И в Крым Они поедут То есть Паренек пришел Просто с мамой Говорит Хочу заниматься Буквально прошло Ну сколько Два года Первый год Мы его Тренировали В студии Триатлона Потому что Ну негде Было больше Возможности Поставить станок И заниматься Он крутил у нас Объемы И на первых Соревнованиях Показал Очень хороший Результат Причем Такое показатель Что все подошли Как так Каким образом То есть Даже не верили Некоторым моментам Сколько лет парень 17 Сейчас Сейчас Он уже Является Лучшим Спортсменом По области Причем Они ездили Уже На областные Соревнования В другие регионы Он тоже Занимал Первые призовые места То есть Он сейчас На сборах Он планомерно готовится Я думаю На пик мощности Он выйдет Может быть Через год Через два Это как раз По поводу Развития спорта То есть Конечно Появляются такие Самородки Плюс Своими средствами Средствами Товарищей Пытаемся Как-то их Кто-то там Компьютер Купит ему Кто-то там Что-то поможет Кто-то там Куда-то там За свой счет Свозит То есть Ну конечно Так это не должно быть То есть Должно быть Конкретно Финансированный Спортсмен То есть Вот есть человек Он показывает результат В него нужно Вкладывать деньги Самостоятельно Родители Многие Не могут этого сделать Потому что Хороший велосипед Стоит денег Экипировка Стоит денег Поездки Стоит денег А без этого всего Развитие Как спортсмена Просто невозможно Потому что Невозможно Жить у себя В городе И только на основании То что ты тренируешься Здесь Снимать какие-то результаты Нужен постоянно Опыт Общения с другими Спортсменами Общения с тренерами То есть Это полноценная работа Такая Довольно-таки серьезная Я вот свои пять копеек Здесь ставлю Раз уж у нас Все-таки идет Переориентация С поддержки Бюджетного Профессионального Спорта На массовый Мне-то вот кажется Как раз Что наличие Велошколы И помещения Где бы вы располагались Где бы концентрировались Все заинтересованные Лица И ресурсы В том числе И бизнес Структура У нас есть Поклонники велосипедного Спорта Сняло бы вопрос Бюджетной поддержки Спортсменов Вот по поводу Как раз Массовость Вот соревнований Мы проводим соревнования В эту же шизму У нас приехало Порядка 120 человек Из них было 20 детей И 15 из них А должно быть Процентное соотношение Как минимум наоборот То есть должно быть 100 детей И 20 спортсменов Взрослых Ну как бы У нас профессионального Велосипедного спорта В России практически нет Поэтому будем называть Это любителей Вот Почему Потому что Тренироваться нужно С детства То есть там С 7-8 С 10 хотя бы лет Тогда человек Достигая там 15-17 лет Он уже на каком-то Уровне Хорошем То есть он Сформировал уже Определенную базу У себя И он может выступать И он может дальше Продвигать У нас сборная Там уже не области Сборная России И всевозможные Международные соревнования Но Если у нас нет Массового детского спорта Откуда нам взять эти кадры Где Как За счет чего За счет того Что кто-то возьмет Начнет своего ребенка Тренировать самостоятельно Но в этом случае Пропадает элемент Селективности То есть мы просто Берем конкретного человека И пытаемся Выжить из него Все что можно А должно быть наоборот Должно быть Есть секции велосипедные Туда пришло Тысячи человек В области К примеру По всем школам Из этих тысяч человек Мы выбрали там 10 самых лучших И вот уже вкладывание Посредственно ресурсов В них мы получаем Гораздо большую отдачу Поэтому Любой спорт Без детей Он просто Ну это физкультура Физкультура Это хобби Это любительский какой-то спорт Но это Не спорт В том понимании Как все его видят Что это спортсмены Это результаты Это чемпионаты мира И все остальное Вот Поэтому пока У нас нет какой-то базы Где могли бы располагаться Непосредственно Заниматься с детьми Говорить о развитии Спорта в целом Ну Невозможно просто Это у нас Пока что Именно Любительский и велосипедный спорт У нас возраст Сронитетический спортсмен Это 25-35 лет У нас 19-летних В группе М1 Катаясь там От силы 10 человек И исходя из этого Какие рекомендации Вы или какие советы Могли бы дать Властям Властям Вот что власти Сейчас должны делать Вот они Вот они говорят Что мы будем развивать Будем Будем Общие фразы А что конкретно Должны быть действия Конкретные действия То есть Если есть Проблема в чем Опять же Есть федерации Они будут Как бы там Говорить То конкретно Это касается Федерации Воспорта Отделений По России Что Есть люди Которые просто Сядут на местах Он занял Своё место Сидит Работает Но ему развитие Конкретно Его направления Просто неинтересно Он досиживает На какой-то Срок Очень много Спортсменов Молодых Кто Например Уже Откатал Или ведут Рамы Не может Заниматься Дальше Или просто Сменилась У него Как-то Сфера деятельности Они бы хотели Развивать Свой любимый вид Спорта Но они понимают Это бесперспективность Они понимают Что они будут Биться головой В эти все стены Правительственные Биться 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 И ничего Не получат То есть В моём понимании У Скажем так У Администрации У правительства У министерств У них должна быть Ориентация На Скажем так Активных людей Те кто готовы Реально На молодых То есть До 35 Может быть До 40 лет Кто ещё Может и хочет Что-то делать Для спорта Я не говорю Про велоспорт Я говорю В целом Про другие направления И Вот этих людей Ставить впереди Развитие Конкретного Вида спорта И им помогать Конкретными Действиями А не просто Разговорами Потому что Наша федерация Уже 10 лет То есть Я начал заниматься Этим Когда мне Ещё было 23 года За эти 23 года Мы конечно Вышли на хороший Ориентационный уровень Проводим Много соревнований Сами выезжаем Понимаем Что себе представляет Уже спортивный процесс Именно С точки зрения Тренировок Но Развитие Велосипедного спорта В Киевской области Семного пока На ноле Потому что Нет детей Нет спортивных секций Вот оно Развитие Массового спорта И детского спорта Знаете Я просто хочу сказать Не хочется заканчивать Конечно На грустной фразе Вы меня Потом Поправите Но вот В понедельник Был для меня Очень печальный Эфир В особом мнении Был Анатолий Курбатов Который я считала Самым позитивным Активистом По благоустройству Этого города Который В эфире Заявил Что он Не верит В перспективу Развития этого города Прямо сейчас Переводит Не видит запроса Казань Не видит запроса От властей Не видит движения Вот у человека Вот сейчас Кризисный период Он устал Вот дождетесь Дорогие власти Что устанут Многие молодые Вы же этого не хотите Поэтому давайте Как-то это Осознайте Осознайте Что чтобы дети И молодежь Не уезжала из города Поддерживайте Уже существующую Молодежь Прямо сейчас Вот такими Своими действиями Запросы конкретные Озвучиваются вслух Немного от вас требуются И в письменное видео Да и письменное видео Озвучивается Уже научились все И писать официальные письма И так далее Действуйте в этом направлении Активно И не придется Никаких там Дополнительных мер Применять Если будет Чем заняться Здесь молодым людям Если они уверят Что они реализуют Свои намерения Позитивные Хорошие Прямо здесь и сейчас А не через 5 10 20 Не знаю Сколько там еще лет В ближайшее время Соревнования Сезон все таки Еще продолжается Ну в ближайшее время 24 сября У нас пройдет Гонка критериум По шоссе Она будет как раз Проходить вот тут За окном То есть вокруг Как обычно Теориальная площадь Правительственного здания Да Нет В этом году Активовский праздник Нет 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 Когда у нас весной Проходит групповая гонка Это у нас идет Именно по Октябрьскому проспекту Там большой круг 4-2 километра Критериум Это как гонка на выбывание То есть очень большое количество Небольших кругов И через Ну тут через два круга Нужно ложиться время Ну да Там нужно просто проехать В определенные Скажем так Последовательности Если человек Его округляет Обгоняет Либо там Короче просто его снимает Дистанция То есть на выбывание Гонка происходит Очень зрелищно Очень динамично Очень интересно И поэтому мы решили Сделать круг небольшой Как раз он будет Старт на театральной площади Проезжаем в один из проездов По улице Дерендяева Заезжаем в другой проезд И вот Финишируем как бы На театральной площади Это один круг Но кругов будет много Вот Будет лимитировано Примерное количество кругов И через два круга Будут Те кто Не успевает Снимать Это какие-то Официальные соревнования Это официальные Это тоже опять же Зачет какой-то идет Это идет Обязательно в зачет Вот Статус мы пока будем Определять То есть у нас так-то Есть в календаре Чемпионат Скажем так Области Критериум Но Тут получился город Поэтому возможно У нас будут два статуса Как бы И чемпионат города Кирова И одновременно Чемпионат еще области Еще раз 20 сентября Это если не ошибаюсь Воскресенье То есть можно прийти Поболеть просто Нужно прийти Посмотреть Потому что как раз Критериум Он и сделан для того Чтобы Где-то в рамках Одного небольшого Субъекта Проводить вот такую Зрелищную гонку Которая будет поднимать Перспективность Ну популяризировать Велосипед Это впервые? В Кирове? Нет Мы проводим второй раз Просто первый раз Мы делали круг большой Вот по Киевскому проспекту Это получилось не очень понятно Не очень зрелищно В этом году мы Вот именно делаем Маленький круг А так критериум Проводится всегда Везде То есть это не что-то новое Нам изобретенное Вот Потом 30 секунд Хорошо Ну вот еще Очень много гонок На самом деле Есть хороший у нас Информационный ресурс Икс Киров Там все гонки Анонсируются Ну максимум Минимум за неделю Но критериум Ближайший Работает небольшая эндуро Гонка на филейке Но там пока непонятно Плавающие сроки у нас Но мы еще про это расскажем Пока 24 сентября Ориентируемся Спасибо большое Григорию Дугу Спасибо Президенту Федерации велосипедного спорта Кировской области Дневной разворот завершен Владимир Смельтанин Слава Занько Через 20 минут по традиции Особое мнение Ведущий Илья Афанасьева И гость студии Сегодня Елена Шмолевич Редактор субтитров А.Семкин